На очередном слушании Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста мэру Владивостока. В свою очередь, сторона защиты на заседании просила смягчить меру пресечения, сменить камеру на домашний арест. При этом адвокаты отметили, что в течение шести месяцев расследования дела следствие не получило никаких доказательств, подтверждающих причинение ущерба. А значит, обвинение в превышении служебных полномочий и коммерческом подкупе обоснованным не является. Он не виновен, потому что не было события преступления. И проблема основная заключается в том, что сторона обвинения, в данном случае следствие и прокуратура, они не пытаются на одни и те же события посмотреть с другой стороны с точки зрения гражданского права и гражданско-компенсионных отношений. По мнению следствия, при Пушкареве казна Владивостока потеряла более 150 миллионов рублей. Якобы мэр, являясь должностным лицом, намеревался обеспечить прибыль компании «Восток Цемент» за счет реализации асфальта бетона по завышенным ценам для МУП в дороге Владивостока. И что в итоге из-за этого у последних появилась задолженность на сумму свыше 800 миллионов рублей. С 2008 года они платят МУП, получают, наращивают кредиторку. В результате «Восток Цемент», который управляется моим братом, моей семьей, подарил городу материалов на миллиард рублей почти. И МУП это использовал. Более того, в 2012 году МУП в дороге Владивостока приобрело строительные материалы у группы компании «Восток Цемент» по ценам ниже рыночных и сэкономило на этом более 20 миллионов рублей. Таким образом, сумма, инкриминируемая Игоря Пушкарева в размере 150 миллионов рублей, никакими доказательствами по делу не подтверждается. При этом следует учесть тот факт, что несмотря на сформировавшуюся с 2008 года кредиторскую задолженность и предусмотренный гражданским законодательством трехгодичный срок исковой давности, руководство группы компании «Восток Цемент» никогда не предпринимало никаких действий для ее взыскания, включая предъявление к уплате штрафных санкций. А в 2016 году приняло решение о полном прощении долга, что подтверждается представленными следствия документами в возражении на ходатайство следствия адвоката Игоря Пушкарева Александр Высоцкий. По словам Пушкарева, дело высосано из пальца. И кроме того, он говорит, что в СИЗО на него оказывается всякое давление. Постоянно оказывается прессинг и давление таким образом. Что происходит в следствии? Ничего не делается. Я еще полгода просижу, еще три месяца, когда не просит. Никаких мер не предпринимается, ничего не делается. На протяжении восьми лет я был глава города. За мной только официально подтверждено, что почти шесть лет слушали, вели видео на выживание, заводили, возбуждались уголовные дела, проверки велись неоднократные, закрывались за отсутствием состава преступления. Тут в один день возбудили. А почему это все случилось? Потому что действительно были выборы. Я выиграл праймерис и собирался идти на выборы. И вот по мгновению машинной палочки. Отсюда и появилось. Это не я сказал. А следователь в ходатайстве тогда на продлении после двух месяцев указал, что иначе я могу дискредитировать органы администрации Приморского края. Администрацию Приморского края. То есть политический заказ. Оказывается, к антимонопольному предслужбу пришли коллеги из органов и говорят, а заведите уголовное, не уголовное, а дело, что якобы нарушил Пушкалев антимонопольное законодательство. В чем? Что лоббировал интересы МУПа, что МУП якобы выиграл у других. Расследование подтвердило, что ни один факт не подтверждается. Все высосано из пальца. Как и сейчас. Также во время своего слова Игорь Сергеевич цитирует слова председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, в частности, про то, что должны быть основания для содержания под стражей. Вячеслав Милович сказал, недостаточно указать в решении, что обвиняемый может скрыться, совершить новое преступление или повлиять на ход следствия. Эти обстоятельства должны быть доказаны, должны быть приведены факты. Если этих обстоятельств нет, суды не имеют права принимать такое жесткое решение, как заключение под стражей. Суд эти доводы выслушал, но оставил обвиняемого под арестом до 28 февраля 2017 года. До этой даты продлены меры пресечения и генерального директора ООО «Восток-Цемент» Андрея Пушкарева и директора МУП «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова. Следствие переживает, что находясь на домашнем аресте, Игорь Пушкарев может скрыться в неизвестном направлении. Я не имею таких прав. Или могу скрыться за границей. Паспорт забрали у меня. Все паспорта забрали. Между тем, уже полгода Игорь Пушкарев не видит своих детей и даже разговаривать с женой ему не разрешают. То есть, его полностью изолировали и не дают никакой возможности для общения с семьей. А я уверен, что я докажу, что я прав. Что самое главное забирать? Забирают жизнь, которая проходит с каждым днем. Я ее не верну. И мне ни следователь не вернет, ни старший следователь никто мне не вернет. Потом выяснится, что это люди там не знали. Перейдем в данные факты. Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Продолжение следует... Продолжение следует...